Игорь Соловьев Здравствуйте, Игорь. Добрый день. И говорить, естественно, мы будем сегодня о главгосэкспертизе России, о том, чем занимается эта организация, в первую очередь, конечно, в привязке к информационным технологиям. Поэтому первый вопрос к Игорю. Пожалуйста, скажите несколько слов о том, какова роль задачи, ставящиеся перед организацией и подразделением информационных технологий внутри этой организации. Да, задачи главгосэкспертизы, безусловно, очень важны. Мы находимся в процессе проведения проектной деятельности, строительных работ. Мы занимаем очень важную роль в этом. Любой государственный проект с участием, с применением федерального бюджета должен проходить главгосэкспертизу. И все федеральные стройки, то бишь все крупные стройки, все масштабные стройки, все стройки, связанные с подъемом экономики России. Такие, как Сочи, видимо, такие, как чемпионат мира. Да, как космодром Восточный. Это обязательно проходит экспертизу главгосэкспертизи. И, безусловно, что перед нами сейчас стоят достаточно амбициозные задачи руководством главгосэкспертизы, Манелом Игоревичем, поставлена задача сделать клиентоориентированную главгосэкспертизу. Получается, что все крупные проекты, конечно, к нам приходят. И они, безусловно, проходят экспертизу. И наши эксперты работают со множеством проектных организаций. Но цель на сегодняшний день и IT-составляющая здесь как раз больше всего, это построение клиентоориентированной компании. То есть главгосэкспертиза должна повернуться лицом к клиенту, выполнять, соответственно, услуги. И эти услуги должны быть выполнены должным образом, качественно. И наши клиенты хотят их получать быстрее. У нас есть регламентные сроки, в зависимости от типа объекта, от 45 до 60 дней. Соответственно, мы полагаем, что IT-технологии могут позволить сократить эти сроки. Может быть, не регламентно, но в рамках этого максимального срока можно выдавать экспертные заключения быстрее. И основная задача IT-компонента здесь, это как раз повернуться лицом к клиенту. Что это значит? Мы сейчас активно, очень активно внедряем электронные технологии во взаимодействии с нашими заявителями. Не секрет, сейчас подача документов в главгосэкспертизу достаточно трудоемкий, сложный процесс. Нужно изготовить множество проектной документации. Она занимает иногда десятки, а то и сотни коробок формата А4, либо А3. И ходит легенда о том, что иногда к нам приезжают КАМАЗы. Привозят документацию. Привозят огромный объем документации. И понятно, что сдать эти документы на прием, это уже очень сложный процесс. А нужно отметить, что мы начинаем экспертизу сразу от приема документов. То есть, вот как только человек к нам заходит в главгосэкспертизу, в отдел приемки начинает. Он уже как бы, может считать, что начал с процесса экспертизы. Да, он начинает с процесса экспертизы. Наши приемщицы смотрят, изучают документы на соответствие 87-м постановлении правительства, где регламентируется процедура подачи, объема документов, набора документов и так далее. И в среднем этот процесс может достигать 5-7 дней только подачи документов. Повторюсь, из-за объема документов. То есть, это имеется в виду, что в течение 5 дней принимаются документы. Если это КАМАЗ приезжает, видимо. Совершенно верно. Только отдать документы несколько дней. Регламентный срок у нас приема документов, именно традиционный, составляет около 3 часов. То есть, 3 часа это работает наш приемщик или приемщица с клиентом, который непосредственно сидит перед ним. Они смотрят документы и тут же видят замечания, их записывают, фиксируют для того, чтобы можно было оперативно их устранить. То есть, ряд замечаний может быть устранены сразу на этапе приемки. Клиент отходит, выполняет, допустим, определенные действия, подготавливает документы и повторно эта процедура повторяется. То есть, о чем я говорю, что в течение 5 дней в среднем это должно закончиться. Но это максимальные сроки. Понятно, что мы стремимся к лучшему. Так вот, наша задача была и есть сделать все это в электронном виде. Да, большой простор, как я понимаю, для информационных технологий. Потому что, безусловно, полагаем о том, что все документы в любом случае готовятся в электронном виде. Представить себе сейчас проектную организацию 21 века, которая рисует все на бумаге или использует Кульман или другие устаревшие технологии, наверное, нет. Поэтому все, весь процесс и так находится в электронной форме. И мы подумали о том, что раз все это есть в электронном виде, почему бы не использовать этот набор и подавать документы сразу к нам в электронном виде, минуя стадию печати, транспортировки, ну и, соответственно, всех остальных издержек, которые здесь в бумаге есть. То есть, фактически речь идет о создании такой системы межведомственного взаимодействия по приему заявок на проведение экспертизы, как я понимаю, правильно? Да, совершенно верно. Мы это называем бизнес-то-бизнес-услуга. То есть, мы оказываем услуги все же не конкретным физическим лицам, а определенным бизнес-сообществам или корпорациям. Я хотела спросить, вот вы говорите, задача была и есть. То есть, вы как бы еще в процессе формирования этой всей системы или она уже, как вы считаете, работает уже, хорошо работает или еще начальный этап? Перед нами стоит множество задач, которые нужно сделать. Мы сделали только первый шаг, я об этом сейчас расскажу более подробно. Но, конечно, это только первый шажок в обеспечении удобного и эффективного механизма работы с главгосэкспертизой. Мы начали работу сейчас по переводу электронной услуги, предоставлению на экспертизу проектно-сметной документации и инженерных изысканий. То есть, эта услуга уже доступна любому заявителю, чтобы воспользоваться ею, надо либо через портал госуслуги.ру, соответственно, нужно иметь аккаунт на госуслуги.ру, там найти соответствующий раздел с нашей услугой и подать документы. Либо через сайт главгосэкспертизы, зайти на сайт главгосэкспертизы и подать документы таким же образом. То есть, фактически речь идет о создании одной или пулы информационных систем, которые будут позволять в определенном формате обмениваться между собой, между разными организациями, требуемыми документами. Мне показалось, что это как раз электронная приемная, не обмена документами с другими организациями. Это пока стадия электронной приемной. Двухсторонняя, если там не хватает части документов. Да, здесь вы совершенно правы, что первый шажок это электронная приемная, а второй шажок, который шаг даже, и мы об этом будем думать и планировать. Я расскажу попозже, почему там есть определенные нюансы. Это, конечно, идеальный вариант, когда мы бизнес-то-бизнес, это когда документы из какой-то внутренних систем компании передаются нам. Мы их также в электронном виде обрабатываем, они могут видеть наши замечания в режиме реального времени, исправляя у себя, и мы, опять же, получая корректные документы. Это, наверное, апогей главгосэкспертизы, который, безусловно, достижим, и мы здесь чуть позже скажем о новых технологиях в строительстве. Потому что здесь это не совсем задача информатизации главгосэкспертизы, как информатизация всей строительной или строительно-проектной отрасли. Там действительно много новых технологий. Я говорю о так называемом BIM-моделировании, либо информационном моделировании. Действительно очень интересная технология, технология будущего. Но есть чуть позже мы там тоже можем... Можем, в принципе, сейчас затронули, да, просто это интересная технология, я не так много о ней слышал. Поэтому можно для наших уважаемых телезрителей, может быть, вкратце описать, в чем она заключается, какие перспективы несет госэкспертиза и не только. BIM-моделирование или информационное моделирование — это современное, уникальное направление в проектно-строительной деятельности, когда вся информация сложена об объекте в некую единую структурированную базу данных или модель, из которой можно при необходимости получать различные разрезы или показатели из этой базы данных. Ну, например, да, традиционно для некоторых заказчиков очень важно увидеть, как же будет выглядеть как бы 3D-модель здания. Это очень интересно, особенно для функциональных заказчиков, которые заказывают большие объекты, посмотреть на этот объект в виртуальном мире. Сейчас, опять же, различные компании представляют специальные технологии, когда эта 3D-модель отображается, буквально вырастает из стола. Можно использовать обыкновенные, ну, специальные, вернее, очки. Да, и вот здесь у нас стало расти. Интересно. Даже есть модели, которые немножко живые модели, видно, как двигаются машинки по автотрассе. То есть такой как бы механизм отображения для функциональных заказчиков, или которые как бы финансируют этот проект, чтобы увидеть, как же он будет выглядеть реально. С другой стороны, для главгосэкспертизы очень важно получить другие сведения от этой модели. Какие конструктивы используются, какие модели соответствующих материалов, как ГОСТ, СНИП реализованы здесь. То есть совершенно иной разрез, который необходим нам. И, допустим, на этапе строительства, или в стадии, так называемой, рабочей документации, так как эта модель едина, она создается сразу на все возможные виды работ, то в стадии рабочей документации можно построить из нее, например, уже поэтажные планы с разрезами, необходимые для строителей, то есть как, сколько, какого бетона лить, как гвозди забивать и так далее. То есть буквально до последнего, условно, отверстия, до последнего гвоздя можно все это продемонстрировать. И в дальнейшем BIM-модель очень эффективна, и сейчас мировая практика показывает о том, что ее эффективность достигает до 30% в различных стадиях на этапе эксплуатации здания. Потому что здание живет очень много времени, и правильно понимать, где что находится за стеной, очень важно, потому что строители построили и ушли, а дальше как взаимосвязаны какие-то элементы здания, практически невозможно понять. И да, есть конструкторская документация, безусловно, ее надо изучать, но мы с вами понимаем, что обыкновенный линейный электрик или техник, он не будет изучать, он приходит, действует по наитию. Используя же эту же BIM-модель, он может взять, например, какой-нибудь планшет, навести его на стену и видеть, как проходят кабельные трассы прямо вон там, и не просверлить случайно, и не попасть в проводку, и, соответственно, повредить. Ну, это как бы достаточно бытовые примеры, безусловно, BIM-модель на стадии эксплуатации в том числе позволяет понимать, как работают воздуховоды, пожарные сигнализации, ну, и другие системы жизнеобеспечения, которые, о которых живет здание, на которых. А у меня вот возник вопрос. А вопрос возник, это очень интересно, я просто смотрю, что мы подходим к перерыву, уважаемые телезрители, поэтому мы добавим немного интриги, повесим вопрос Ирины в воздухе и постараемся на него ответить сразу после нашего перерыва. Пожалуйста, оставайтесь с нами, не переключайтесь, будет интересно. Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы продолжаем программу эффективной технологии, и в студии ее ведущий Сергей Хомяков, Ирина Волкова. Здравствуйте, у нас в гостях Игорь Соловьев, заместитель начальника управления Управления организационного развития и информационных технологий Федерального автономного учреждения Главгосэкспертиза России. Молодец, длинное слово, я не сказал в первый раз, но сейчас не смог удержаться. И перед перерывом мы, так сказать, создали немного интриги для вас, уважаемые телезрители. В воздухе почти повис вопрос от Ирины, поэтому мы к нему возвращаемся. Да, мы говорили про моделирование, и у меня возник вопрос, что насколько программы адаптированы под российские реалии, под российские ГОСТы, СНИПы, то есть полностью ли соответствует все это нашим стандартам? Да, хороший вопрос. Нужно сразу заметить о том, что на российском рынке существуют программные продукты, которые можно делать бим-моделирование различных компаний. И необходимо отметить, что на сегодняшний день бим-моделирование находится в активной стадии развития. То есть мы изучали не очень глубоко, но изучили международный опыт, и нужно отметить, что практически все страны находятся примерно в одинакой степени готовности. Все изучают этот механизм, соответственно, как он будет применим на практике, потому что он действительно очень сильно меняет парадигму проектирования. Когда нет бумаги, все в какой-то базе данных находится, из него можно выгрузить любую информацию, в том числе, из чего будет сделан стол, стул, или где какие они будут приобретены. Опять же, повторюсь, эффективность закупок. Вот англичане показали, что эффективные закупки, они сразу делают некую электронную площадку, когда загружают бим-модель, тут же подтягиваются поставщики, ну, например, каких-то традиционных изделий, например, каким-то раковин, ванн и так далее. Они тут же предлагают, проводят электронные аукционы, кто поставит под будущее, еще стройки нет, но уже определяются поставщики, заключаются контракты, то есть это некая электронная площадка, то есть проект еще только в стадии проектирования, а мы уже знаем, кто будет поставлять бетон по низкой цене и так далее. И так далее, вот англичане используют это очень эффективно, вот их опыт говорит о 30-процентной экономии на затратах. А как тогда получается, что полное доверие будет тогда машинам? Не возникнет ли сложность вот с надежностью этих проектов? Вот тут как бы палка о двух концах получается. Надежность и защищенность, туда может кто-нибудь в программу залезть. Сложность систем растет из-за года в год. Как решать это? Да, тоже очень хороший вопрос. Мы сейчас, так как мы главгосэкспертизой, занимаемся экспертизой проектно-сметной документации, в данном случае BIM-модель и есть проектно-сметная документация, скажем там, в современном формате. И мы сейчас находимся в стадии пилотных проектов у нас. Есть несколько проектов, которые заходят, в том числе с BIM-моделью. Мы не можем сейчас сказать однозначно, что мы готовы перейти только на BIM-модели. Это действительно будущее. Это не только задача главгосэкспертизы, это все регуляторы сферы строительной. Это и за Минстроем, и за правительством Российской Федерации. И в том числе за компаниями, которые заказывают проектирование, чтобы они понимали, что BIM-модель им нужна, а не просто традиционная бумага. Так вот, главгосэкспертизы сейчас пытается понять, можно ли пройти экспертизу, используя исключительно BIM-модель. Как будут наши эксперты относиться к этому? Потому что действительно это совершенно иной формат взаимодействия, когда все через компьютер. Повторюсь, можно получить любой разрез, можно увидеть множество разных данных, которые иногда являются, возможно, лишними для проектирования, или для экспертизы. У тебя лишних данных не бывает? Поэтому перед нами тоже сейчас стоят серьезные задачи понять возможности главгосэкспертизы и экспертизы в целом, как работать с этими BIM-моделями. Что касаемо защиты информации, мы здесь предполагаем использование традиционных элементов электронной подписи. То есть BIM-модель может быть подписана электронной подписью, и, соответственно, любые изменения, которые пойдут в эту модель, будут сопровождаться предупреждением различных систем о том, что внесены правки. И это очень важно. Мы как раз тоже понимаем о том, что так как задача главгосэкспертизы, это проверить, например, основополагающие проектные решения, а не, допустим, полностью рабочую документацию. И мы хотим сделать в этой ситуации следующее, когда BIM-модель, пройдя экспертизу, выдается электронное заключение на BIM-модель, которое имплементируется в BIM-модель. И если потом либо проектировщик, либо строитель пытается внести в конструктив изменения, это будет заметно заказчику, что, допустим, взяли вместо марки одного бетона и используют другой. И это будет сопровождаться предупреждением информационных систем о том, что внесены конструктивные изменения, которые могут повлечь за собой гибель объекта, либо техногенные катастрофы. Либо конструктивные изменения. Большой брат не спит. Все больше и больше вещей становится под его контролем. Интересно. Интересно очень направление. И хотел также спросить о том, учитывая ваш большой опыт, проведенный в высшем арбитражном суде, насколько различны задачи и подходы, ставящиеся перед Департаментом информационных технологий, сравнивая главгосэкспертизу и высший арбитражный суд? Да. Подходы на самом деле совершенно идентичны. Как я уже сказал, клиент-ориентированные структуры требуют внедрения информационных технологий. Нам необходимо реализовывать работу проектных организаций с нашими экспертами. И здесь мы видим электронное взаимодействие. Используем видеоконференц-связи. То, что мы использовали в арбитражных судах и в судебной системе в целом, очень активно развивалось в свое время и развивается сейчас. Здесь стоит такая же задача, когда главгосэкспертиза — это не один орган, это 12 филиалов по стране. У нас тысяча экспертов работает в нашей организации и множество проектных институтов. Соответственно, для того, чтобы минимизировать взаимодействие или поездки проектантов, пообщаться с нашими экспертами в рамках экспертизы, чтобы урегулировать какие-то вопросы, которые могут и возникают в процессе экспертизы, мы предполагаем использовать легкие видеоконференц-связи, когда эксперт и, соответственно, проектировщик, находясь там далеко друг от друга, могут созвониться, обсудить. Это все будет записано. То есть здесь как раз нивелируется тот вопрос, когда там возможные договоренности, все это под запись. Протоколируется. Да, это все протоколируется. Эти сведения остаются у нас в архиве. То есть всегда можно будет поднять данные, о чем обсуждалось, какая информация передавалась. Опять же, эксперт и проектировщик могут поделиться рабочим столом, обсудить электронные схемы и документацию, прямо на экране подчертить замечания, подчеркнуть, где вопросы. Соответственно, проектировщик может тут же их даже снимать в режиме реального времени. Такие же технологии используются и в судебной системе. Опять же, электронная подача документов. То есть тема очень традиционная, очень важная. И мы сейчас, я же говорю, эта услуга уже доступна любому желающему. То есть можно зайти на сайт главгосэкспертизы и подать документы к нам на проведение соответствующих процедур. Также заключить договор. Все это в электронном виде происходит. То есть для этого нужно всего иметь две вещи. Это учетную запись на госуслуги.ру и усиленную, квалифицированную электронную подпись. Это очень важно, что подпись не простая, а именно усиленная. Мы используем именно ее для того, чтобы гарантировать сохранность документации на долгие годы. Потому что в ней состоится штамп времени. Она будет действительно многие годы. И так как жизнь объектов строительных, она на десятилетие. А вот скажите, вот сейчас вы говорите про хранение документации на долгие годы. Я вот была на мероприятии на одном большом на прошлой неделе. Там как раз все и производители, и клиенты говорили, что основная проблема, которая возникнет в ближайшее время, это где хранить большое количество электронных данных. Хватит ли дата-центров, потому что все переходят на электронные носители. требуется у кого год, у кого пять, у кого десять регламентное хранение. Вы как-то готовитесь к увеличивающемуся количеству данных? Ведь там, где большие дата-центры, там соответствует дополнительная потребность в энергии. И вопрос, наверное, даже может составиться не только, хватит ли дата-центров, а хватит ли существующих источников энергии для того, чтобы питать эти дата-центры. Ну, вы знаете, мы действительно думаем об этом. И для нас, когда глава госэкспертизы, вопрос как раз приема электронных документов правительства в том числе ставит задачу их вечного хранения. Потому что сейчас одна из проблем с бумажными документами, мы возвращаем проектно-сметную документацию заявителю, которая прошла экспертизу. И фактически на руках угла госэкспертизы остается только экспертное заключение, но не сама документация. И когда к нам приходят проверяющие органы по ряду разных причин, они не могут получить ту самую проектно-сметную документацию, которая именно и проходила экспертизу. И как раз перевод в электронный вид позволит обеспечить хранение той самой, скажем, аутентичной электронной документации, которая зашла в главу госэкспертизу и вышла. Потому что это процесс итеративный, часто вносятся корректировки. Может что-то измениться. Да, поэтому мы уже об этом думаем. У нас на следующий год запланировано достаточно серьезно активность в создании так называемого постоянного электронного архива всей документации. Но, на мой взгляд, проблема не в объеме хранения и не в энергии, а в том, что в форматах хранимых данных происходят те изменения, когда 70 лет спустя мы вряд ли откроем легко какой-нибудь файл, например, с решением PDF, и он будет также корректно отображаться. А ведь это очень важно для нас. Потому что, если схема здания спустя многие годы не может быть прочитана, то есть вы понимаете, это здание, соответственно, нужно заново собственнику, проходить какие-то там проектные работы, я даже не знаю, как восстанавливать эти схемы. А опять же повторюсь, срок жизни здания исчисляется сотнями лет. То есть в Петербурге здание, которое там стоит с 1800-1700-х годов. Есть такие здания в прекрасном городе Санкт-Петербурге, это правда. На мой взгляд, была очень интересная передача, и хочу сказать большое спасибо нашему гостю, Игорю, за то, что он пришел и поделился своим видением того, как будут развиваться технологии, информационные технологии в главгосэкспертизе. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Эффективные технологии». В гостях у нас сегодня был Игорь Соловьев, а передачу ввели Ирина Волкова и Сергей Хомяков. До свидания, до новых встреч. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok